От хит-парада переходим к рубрике Семена Андреева «История мини-футбола». Сегодня почетный президент АМФР расскажет о периоде с 2010 по 2017 годы. Это время стало эпохой новых возможностей и нового подъема российского футзала. В этот период значительно усовершенствовалась организационная деятельность Ассоциации мини-футбола России. Возросла помощь Российского футбольного союза мини-футболу. Вновь избранный президент Ассоциации мини-футбола России, Эмилий Алиев, очень активно работал в этот период, проявляя свои творческие возможности. Это, наверное, самые главные причины. Положительные перемены в управлении мини-футболом в 10-е годы 21 века незамедлительно сказались на общем уровне развития вида спорта в нашей стране. Не случайно наши клубы успешно выступали в Кубке УИФА. Стабилизировалось выступление сборных команд России на международной арене. Общероссийские проекты мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы стали активно развиваться именно в этот период. Как результат всего этого Ассоциация мини-футбола стала ведущим подразделением Российского футбольного союза. Росту уровня национального чемпионата и его популярности во многом поспособствовали два важных фактора. Появление высококлассных легионеров дало возможность расти и нашим молодым игрокам. В целом в стране возросла популярность этой спортивной игры. Многие матчи стали трансироваться по интернету, по телевидению. В прессе появилось много материалов о мини-футболе. Все эти факторы дали возможность стать нашему чемпионату одним из лучших в Европе и в мире. О том, что в 2010-е наш мини-футбол вышел на высочайший уровень, свидетельствуют, с одной стороны, успехи мужских и женских сборных страны, а с другой – результаты российских команд в самом престижном клубном турнире Европы – Кубке УЕФА. Подмосковная «Динамо» трижды становилась серебряным призером этого соревнования, подступая близко к золотым медалям. А клуб «Газпром Югра» в прошлом сезоне стал обладателем этого почетного приза. Мужская национальная сборная в эти годы трижды становилась серебряным призером чемпионата континента. А на чемпионате мира в 2016 году в Колумбии взаивала также серебряные награды этого самого главного мини-футбольного турнира в мире. Успешно выступала в этот период и женская сборная. В целом, ряде очень престижных международных турниров она становилась призером этих соревнований. Второе десятилетие нового века стало еще и временем важных структурных изменений в системе турниров АМФР. По инициативе президента ассоциации Эмилия Алеева была создана корпоративная лига. Произошла модернизация нашей высшей лиги. Надеемся на ее дальнейший прогресс. В проекте мини-футбол вуза будет создана лига «Золотая лига», «Серебряная» и «Розовая». Не случайно сегодня общероссийскими проектами и школьным, и студенческим охвачено полтора миллиона учащихся молодежи. Это очень солидные цифры. Желаем общероссийским проектам и другим начинаниям АМФР больших успехов. А также благодарим Семена Андреева за цикл увлекательных экскурсов в историю российского мини-футбола.